Первооткрыватель Америки, завезший в Европу пять столетий назад табак и не подозревал о последствиях новомодного по тем временам пагубного пристрастия. Привычка к курению для одних превратилась в прибыльный бизнес, для других обернулась добровольным рабством. Есть и третья категория, для которых блажь курящих сделала их в прямом смысле заложниками ситуации. Вынужденное соседство с дымящим человеком, например, на остановочных пунктах или террасах летних кафе, вызывает не только негативные эмоции у некурящего, но и последующие проблемы, связанные с пассивным курением. Табачный дым в своем составе содержит более 50 канцерогенов, то есть это вещества, которые способствуют развитию злокачественных новообразований. До 30% случаев смертей от рака в целом являются причиной курения. Я думаю, что если у любого человека не связано с медициной спросить, к чему приводит, прежде всего, курение, он ответит, что приводит к раку легкого. Безусловно, о пагубных последствиях знают все. Но, как говорится, пока гром не грянет. Ежедневно в Беларуси около 40 человек уходят из жизни по причинам, связанным с курением. Важная задача этого дня не только информировать, но и призывать к активным действиям ответственных лиц, государственных, общественных организаций для принятия более эффективных мер по предотвращению, по борьбе с табакокурением. Полгода назад бросила курить, поэтому близко. И понимаю, как сложно иногда людям, ну хочется покурить все. В моем случае, когда я курила, я не курила прямо на сновках. Я отходила куда-то подальше. Ну то, что прямо вот, ну неприятно. Я сейчас понимаю, что это такое. Принюхиваю себя. Неприятно, когда рядом курят, в толпе. Я старалась этого не делать. Но это уже зависит от культуры человека, от воспитания. У нас отец курил всю жизнь, ну с войны. И умер от этого. Именно от этого. Так это вообще, я смотреть спокойно не могу. Всех друзей говорю, вы лучше это. Позаботьтесь о себе. Начиная с 2002 года в нашей стране закурильщиков, не способных справиться с пагодным пристрастием и не задумывающихся о вредоносных последствиях, как для себя, так и для окружающих, стало думать государство. Ежегодно вводятся ограничения мест, где можно курить без привлечения к ответственности. 24 января 2019 года президентом подписан декрет номер 2, который внес в декрет номер 28 изменения и дополнения. Декрет номер 2 начинает действовать с 27 июля 2019 года. Декрет внес изменения в места, запрещенные для курения, для использования электронных систем курения и систем для употребления табака. К уже существующему перечню мест, где курить было запрещено ранее, добавились детские площадки, остановки общественного транспорта, летние террасы кафе и ресторанов, городские пляжи. Также есть и еще одно очень важное нововведение. Декретом запрещено курение в автомобилях, если в автомобиле находятся дети до 14 лет. Данная норма новая и она будет реализовываться и контролироваться органами, ведущими административный процесс. Согласно Кодекс и процессуально-исполнительного Кодекса и правом Составлять административные протоколы по статье 17.9, возложено на органы внутренних дел, на органы транспортной коммуникации, на органы железнодорожного транспорта. Это может делать транспортная инспекция. Эти же органы могут рассматривать данные виды административных протоколов. Нововведения коснулись и железнодорожного транспорта. К уже существующему запрету на курение в поездах межрегиональных линий эконом-класса, бизнес-класса и городских линий добавились поезда международных линий, следующих по территории нашей республики. Обращаем внимание пассажиров, что с 27 июля 2019 года на Белорусской железной дороге вводится запрет на курение, в том числе электронных сигарет, в поездах международных линий, курсирующих по территории Республики Беларусь. Данные нормы закреплены декретом президента Республики Беларусь. Остается надеяться, что вступление в силу декрета номер два заставит задуматься курильщиков о том, чтобы, так сказать, завязать с вредным пристрастием, а вместо привычной утренней сигареты выпить стакан свежего сока, заменив никотин на витамины. Ваш организм и окружающие скажут вам спасибо.